Однако всем здравствуйте, с вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Не, не-не, не тот голос, сейчас, секунду. Здравствуйте, с вами голос револьвера язычника. Опять не то, ёлки-палки. Револьвер. Вот, вот, вот теперь правильно. Доброго времени, друзья. Рад очень приветствовать и ваш коллективный бунт в области познания океанского расширения кругозора. Требовательного поиска, удивительного и впечатляющего. То есть бунт, который нам даёт свет и развитие. Благодаря чему управлять нами становится сложнее паразитам. Если перефразировать крымчанина Максимилиана Волошина, то против человечества была диверсия с целью, чтобы система победила человека. Ведь ей нужен раб, вытирающий ей пот. Чтобы умещал промежности, ели, кормил углём и принимал помёд. Тогда её стали необходима кишающий сгусток, мускулов и воль, воспитанных в голодной дисциплине и жадный хам, продешевивший дух за радости комфорта и мешанства. Многие люди уже заметили, что имеются все основания полагать, что раньше мир был устроен по-иному. Были развиты автономные технологии, которые нас окружают. Это нам хорошо показали даже две части с мельницами. И вот публикую третью главу. Многие уже догадались, что добыча ресурсов и так называемое сегодняшнее развитие – это фикция. Электричество, топливо, отопление домов – это всё должно быть неплатным. Ведь оно окружает нас настолько, что пора бы уже коллективно протянуть руки навстречу и стать независимыми. Как было по историческим меркам. Ещё совсем недавно. Мы могли бы и не задумываться о том, какие паразиты нами правят и служить системе. При условиях, как, к примеру, приблизительно в Союзе в последние годы его существования. То есть, чтобы мы были услужливым народом и не были против правящего. Можно людей держать и в достатке. А ведь это возможно сделать в любые сжатые сроки. А вместо этого придуманные государства разделяют на ещё более мелкие придуманные государства. Договорённые войны и революции. Людей доводят до нищеты и долгов, чтобы постоянно были в каких-то проблемах. Нас постоянно отвлекают, как политики нескончаемо катаются за налоги налогоплательщиков. К другим политикам. Чтоб якобы договориться о чём-то хорошем, и тут чисто злой рок. Мешает так называемым дипломатам, политике, договориться с иными дипломатами. Как вы всё поняли, это всё лохотрон и забивание нашего времени лишним и бесполезным. Это один из многих приёмов, как у нас воруют время. Цель какова? Чтоб у вас оставалось мало времени на освоение, что под ногами и как это можно использовать в пользу своей жизни. В общем, скажу прямо, самые главные полезные ископаемые для паразитов – это люди. Точнее, наши эмоции. Эти твари роют глубокие шахты в наши души. Чтоб добывать там уголь страданий. Всякими сериалами и тупыми ток-шоу нас программируют, чтобы мы выделяли газ трагедий и мыльных истерик. В сорок семьи для их газодобывающих установок. Из загнанных в долги народов исходит энергия похлеще, чем дают электричество все электростанции всей планеты. Нас государствами, как клетками зверей в зоопарке, делят на сорта. С Франции один вид энергии сосуд, с Сирии другой, из Албании третий. После публикации второй части «Мельницы» у меня состоялась светская беседа с девушкой под псевдонимом «Кровь Магдалены», которая выронила следующую речь. Все хорошо. У меня в городе водяная мельница, а рядом стоит ГЭС. От силы метров 30 по течению. Совпадение? Не очень похоже. Пули? Вот, смотри по гуглу. Город Озерск, Калининградской области. Старейшая в РФ ГЭС. Едем дальше. Смотри, у мельника было аж два жилых дома и крупорушка. Официально крупорушка для того, чтобы получать крупу. Давай я немного включу свою шизофрению. Какую роль играла крупорушка? Озадачила меня вопросом Магдалена, от которого, чтобы скоротать нелобкий момент, мы, переглянувшись, вынуждены были поменять позы и места. Магдалена продолжила. А теперь я немного предлагаю отойти от привычной версии этого здания. Если мельница многофункциональна, то и крупорушка, скорее всего, не только для переработки каши. Вот один из домов мельника. А сзади здание крупорушки. В четыре этажа. Они, наверное, пол Европы кашей кормили. Или народ ничего другого просто не жрал. И действительно, мы в который раз видим старинные мельницы. Это целый промышленный комплекс. К примеру, возьмем мельницу, расположенную в Одессе. Мы видим промышленный старинный объект, окруженный современными промышленными новостроями. Действительно, стоит странная, скажем так, атомная электростанция. И тут поставь вокруг нее новые модификации. А прошлое замолчи. И вот создается ошибочное мнение, что мы развиваемся. Не обращая внимания, что это на самом деле деградация. Это картина этого промышленного комплекса, который начал строиться по официальной легенде аж с 1844 года. Кто-то еще по своей наивности полагает, что употреблять эпитеты атомная электростанция к дореволюционному времени очень нелепо. Дескать, это современная технология, которая доступна только сегодняшнему космическому обществу с реактивными айподами. Но я предлагаю рассмотреть данную кладку на этой мельнице. Мы себе так баловаться кирпичом позволить не можем. А вот как нам навязывают отсталое общество. Не то, что могло, но и защирялось кирпичом виртуозно. То есть к этой стройке с такой любовью отнеслись, что эта любовница-постройка извивалась на строительном ложе, как шланг в руках пожарника. Смотрите, как катались закруглениями отсталые мастера. Это же крестьяне все делали, да? В лаптях ей раствор ляпали ладошками, не имея элементарного производства ведер и мастерков. Посмотрите, какие башенки! Сколько там мелких деталей! Это импровизировали или все же по проекту делали? Рассчитав каждую кирпичинку, поворот, выступ, элемент декора. Нам официальная история намекает, что это простая мукомолка. Такой шедевр, дорогостоящий, что сегодня себе не могут позволить даже нефтяные магнаты. И для элементарной муки? То есть общество еще сто лет назад было совсем с иным мышлением. Творческое и развитие нашего. Если в так в совершенстве кирпич клали, что мы не можем, то сомневаясь, что они и в других вещах развития нам уступали. Они нас даже превосходили. И сколько раз, что мы, что другие авторы отмечали, что нынешнее качество уступает качеству союза. А качество союза уступает качеству дореволюционного времени. И тут ничего не надо придумывать. Достаточно рассмотреть имеющуюся архитектуру. И вся лживая пропаганда школы и телевизора сразу рухнет. Вот, к примеру, мы позаимствовали эпизод у Познавательного ТВ для фильма «Засыпанная Русь». Где человек метко подметил разницу качества кладки союза и дореволюционного в политехе, разрытом на Любянке. Она и родная, а под ней совершенно грязная и какая-то корявая кладка. То есть арку совершенно точно закладывали. То есть здесь был проход. А за ним наше замечание и пример по подземелью Саратова. Там тоже разница между кладками. А это уже замечание нашего друга Дима Димыча. Во-первых, что я здесь хочу показать. Вот это советская постройка. Вот это античная постройка. Посмотрите, как безграмотно здесь все сделано. В советском. Как грамотно сделано в историческом, так сказать, здании. И оно очень красивое. Посмотрите, камушек построено, да? Сделано. Я не знаю, как это можно было так сделать. И рядом также стоит еще одно здание. В свое время оно называлось церковное. Вот идет античное здание и далее советская пристройка, которая со временем показывает, насколько и рядом не стоит с античной. А вот античная выглядит как новая. Сюда бы еще современную пристройку поставить и снять видео через этак 15 лет. Получилась бы замечательная лесенка так называемой эволюции со шкалой вниз. А это уже ролик Евгения из канала Разгадки Истории. Где на 13-й минуте та же картинка. Реально какой-то фильтр. И вот такие вот замечательные здесь арочки. Вот они заложены, короче, за ненадобностью. Это, я так понял, пристраивалось. То есть основная фабрика вот здесь вот заканчивалась. А вот это пристроили позже. Здесь даже кирпич разный. Мельница Бореля в Саратове. Считается, что мельница построена в 1877 году. Первый владелец мельницы – Уваров. Вообще, говоря о дореволюционной России, только не путайте со современной федерацией. Так как это две разных страны. Дореволюционная Россия или, чтоб никому не было обидно, Русь. Это не только современная федерация, но и современная Украина. Современная Польша, Белоруссия, Прибалтика, Армения, Югославия и пошло-поехало. Так вот, говоря о дореволюционной России, нам навязывают лапти. Крестьяне немытые, с бородами, ноль технологии, нет промышленности, отсталые, холопы. Что мы все украинцы, белорусы, прибалты, россияне, грузины, поляки. Все мы необразованный, коленопреклоненный народ. Но вот, рассматривая эту кирпичную кладку, видя ее чистой, что даже самые мастера репу чешут, то эта картина очень довольно-таки конфликтует с общепринятой писаной картавых инородцев. Если сопоставить эту античную дореволюционную архитектуру с советской кладкой, то последняя выглядит уже сегодня унылой, а античные здания будто выкладывали не так давно. Я уже молчу о сопоставлении с современной кладкой. Вот такой вот идет регресс. И даже более того, рассматривая большинство шедевров в прошлых наших фильмах, большинство людей начало склоняться к робототехнике. А ведь официальные источники стараются большинство кирпичных шедевров приближать к вековой давности. Мельница Бореля не водяная, а паровая. О паровых вообще отдельная история. Также мельницей Бореля называют им мельницу в селе Константиновка Саратовской области. Стоит в руинах и, как остальные заброшенные мельницы по всей Руси, никому политическому патриоту в подбородок не упиралось. И куда ни глянь, везде эти масштабные технологические комплексы промышленной индустрии. Зато скептилоиды из коммерческой выгоды надувают свои морды будто резиновые шарики с водой, чтобы пакостно сбросить с балкона. Читайте в интернете, это все есть. Во-первых, как бы эти со стометровки писари наших в кавычках политиков не оправдывали ложь официальной науки? Времени у простого человека сегодня нет на то, чтобы переварить свалку интернета, отделить зерна от плевела. Система создала такую жизнь, что люди как белка в колесе крутятся, чтобы что-то успеть, и все равно концы с концами не сводят. Во-вторых, а как это оправдывает-то, что до такого, как появился интернет, людям со школы и телевизора врали вовсю? Ну ладно, буду снисходительным и посмотрю в интернете, в котором все есть, и в поисках, к примеру, описания пневмотранспорта прошлого и найду такую выдержку. Примерно с 1790-х по 1860-х годов население города увеличилось с 33 до 123 тысяч человек. Нью-Йорк становился промышленным и экономическим центром. Быстро разрастались улицы, по которым становилось все тяжелее передвигаться. Из-за большого скопления транспорта власти города пытались решить транспортную проблему с помощью строительства наземных и надземных железнодорожных линий. Для тех, кто не понял прикола, в это время трусым бегом под патриотические барабаны из Франции выбежал Наполеон с войском, чтобы пешком дотопать до России. Значит, топал он топал, потом устал, отдохнул, потом опять топал и топал, а в это время представьте такую картину. В Америке куча транспорта, власти создают подземные, наземные и надземные поезда с громадными металлоконструкциями электрички. И в одном из вагонов сидит такой господин в дорогом костюмчике, попивает чай, читает газету. Мимо проходят прохожие и спрашивают, ну что там, месье, да топал уже наконец-то Наполеон до Москвы или еще нет? И, кстати, по пневмотранспорту, о котором трубили газеты, что, дескать, битч, его построил и всего лишь стометровку. На самом деле о нем узнали по случайности и диггеры, когда нашли эту туннель с транспортом и аж в 1911 году. И почему-то только 100 метров. Неужели Америка по технологиям этим была беднее Руси? Ведь у нас ровно такие же кирпичные туннели тянутся километрами, о чем, собственно, не любят говорить. И, кстати, как геологи сами и признаются, они подписывают бумагу о неразглашении. Правда это или неправда, а вы разве не видите громадный коэффициент молчания? Только разроют кирпичные сооружения под землей, сразу зарывают. Людям же рассказывают байки. То есть, все же археологов заставляют молчать и заниматься чем угодно, но только не настоящей археологией. Вот такие вот у нас политики. А вы о нашей политике были другого мнения? Политика в том виде, в каком она сейчас есть, она от и до навязана Горбачевым. Что хорошего в тех выборах, когда главные воры ставят дорогие рекламные щиты у дороги, как символ, как они жируют за счет ограбленного народа. И они только тогда что-то начинают делать, когда вы перестанете быть дискотечными, зомбированными, сериалами и глупыми ток-шоу, которыми нас программируют на скандалы в семье, с друзьями, со всеми. Когда вы станете дружными и поймете, что автономные технологии окружают нас, и их восстановить можно только при условии дружного коллектива. Начнете сами из навоза делать нефть, газ, электричество, свои мини-фабрики и даже транспорт и не на колесах, а даже вертолеты. Это вполне по силам, если дружный коллектив обзадался целью. Вот тогда так называемые политики и сами что-то начнут делать, и с одной целью, чтобы вновь нас усыпить. Дескать, чего вы надрываетесь? Мы же государь и государь, и это наша обязанность все делать за вас. А вы прекратите быть творцами, станьте вновь нудными потребителями, что вас вновь вернет к нескончаемым проблемам. И роль быть белкой в колесе. Кто-то не согласен? Ваше дело. А время-то идет. Мы живем бесцельно и ничего разумного после себя не оставляем. Пули снегопада. Краеведы обнаружили вход в подземный лабиринт. Специалисты датируют его 18 веком, а вот куда он ведет... Московское метро. Сюда ежедневно спускаются миллионы людей. Но никто из них не догадывается, как много здесь скрывается. О его существовании знали всего несколько человек. Два с половиной столетия его скрывали от посторонних глаз. Даже построили здание, чтобы никто не мог догадаться. Это заброшенное метро. Просто посмотрите. Заброшенный метро. Ссылку на этот интересный материал мне дал Александр Белов. И здесь автор этой странички, с интересным ником пули снегопада, затрагивает несколько тем. Нас принято выращивать людьми, думающими, что мы живем в честном и цивилизованном времени. Что от нас ничего не скрывают, и времена, когда казнили лучшие умы Руси и насаждали академии инородцами, давно миновали. Странные находки, бесследные исчезновения людей, загадки и тайны подземной жизни скрываются. Что именно здесь начинается подземный ход в крепость Дмитрия Ростовского. И вдруг тайное стало явным. На самом деле ничего с тех пор не изменилось. До сих пор убивают и садят в тюрьмы самых лучших и активных. Нас продолжают кормить ложью. Андрей Пыш арестован по подозрению в получении доступа к государственной тайне. Одна из версий, он проник на режимный объект. Блогер МШ Андрей Пыша приговорен к пяти годам колонии за незаконное получение гастайны. Большой масштаб ненависти к нашим предкам. Масштаб кровопролития. Масштаб сокрытия знаний. Что мы об этом знаем? Где мы об этом слышим? Наше прошлое вылизали и выскребли. Зачем? Чтобы у нас не возникало вопросов. Но вот вам надгробные надписи. Где их нашли? Вмурованными в дороге и брошенными в фундаменты церквей. У вас от этого варварства вопросов не появляется? Если наш народ заставили топтать свое же прошлое и будущую веру поставили на фундаменте оскверненных могил предков, то как относились в то время к живым людям? Как наши предки на это отреагировали? Каким кровопролитием сломали волю народа? Какая школа и какое СМИ нам об этом сегодня говорит? Помимо того, что эти таблички свидетельствуют о страшном времени, на них очень много осталось информации. К примеру, лето 7149 августа в шестой день представился раб-божий младенец Андрей Павлов, сын Федоровича Клементьева. В переводе на современное летосчисление это 1641 и 1643 годы. А нам что говорят, когда лишь упоминаешь, что предки пользовались очень древним календарем? Что это якобы наводил? И этому нет никаких свидетельств. Вот же они! Как по мне, очень даже весомое свидетельство. Также мы видим, что наши предки пользовались разными видами письменности. Руны, кирилли, царезы. Цифры писали буквицы. Тупое и неграмотное общество. Да они, получается, были грамотнее нас. И это было всего-то 4 века назад. А знания нашего общества об этом времени будто это тысячелетней давности. То, что не афишируется. Вся земля изрыта. Притом на приличных глубинах. Для бурения глубже 70 метров надо разрешение от геологических институтов до геодезии. А бурение глубже 150-170 разрешение еще и военных. Это и есть ответ. Они знают и хранят тайны. Это не мои слова. Это слова человека, который всегда был около правительства и за свою жизнь общался всегда с элитой. По его словам, из бункера, который находится в Винниции, который приписывают Третьему Рейху, под землей можно попасть в Москву и в Берлин. Если это окажется правдой, то при чем тут построено Гитлером? Эти подземные сооружения были построены до него, и он их лишь «оккультурил». А вы думаете, почему этот бункер залили бетоном наши же, вместо того, чтобы его разисследовать? Почему его окружают такими же страшилками, как в свое время окружали проклятые гробницы фараонов? Чтобы туда никто не лез, иначе людям станет очень многое очевидно. Причем бетоном заливают подземки по всему миру. У нас под Выборгом много таких, в детстве лазили, а сейчас все бетоном залито, чтобы вовнутрь не попасть. Случай в Москве. Провалилась Тойота в центре Москвы. Интересно это происшествие тем, как его преподнесли СМИ. В Филипповском переулке ночью произошел крупный провал грунта, в результате которого припаркованная легковушка едва не угодила в образовавшуюся 15-метровую яму. Вероятно, из-за подмыва почвы или же проведения строительных работ произошел провал, в который и попал автомобиль. Как люди отреагировали на это описание? Ну вот, объяснение есть. Обращать на это внимание не надо. Это не подмывание грунта, это Вам промывают мозги. Неужели Вы не видите окна в подземном сооружении? Многие ли строители строят подвалы с окнами, которые накрывают асфальтом? Подмывание грунта. То есть, эти окна еще и засыпанными были? Как этот грунт подмывался в другом месте, а не в эти помещения? Это же столько вопросов вызывает, это дебильное описание. А люди, как зачарованные на глазах, врет им их же СМИ, а они этого не замечают. Кишинев. По словам местных жителей, под всей Армянской такие есть. Сам сталкивался. Бывшие склады, кирпичная окладка царских времен. Есть и румынские кирпичи, они отличаются по форме. Все это затоплено грунтовыми водами. Ныне проходы залиты бетоном. Краснодар. В начале 90-х увлекался подземельями Краснодара директор Краеведческого музея имени Фелицина Виталий Бондарь. Тогда он был студентом исторического факультета и исследовал с товарищами подземные ходы старых домов в центре города. Могу достоверно сказать, и в этом не будет тайны, что подземные ходы есть в Первомайской роще. В ее северо-восточной части. Подтверждаю наличие бункера под фонтаном в сквере напротив администрации Краснодарского края. Ходы оттуда ведут в здание администрации, но они перекрыты бетонной стеной. А чего СМИ об этом молчит? Почему не ко всему открыт доступ? Журналист Антонов в Кубанских ведомостях в 1999 году писал. В 80-е годы в районе Сенного рынка ушла под землю часть улицы Буденного. Образовался провал, открывший округлый, около 3 метров в диаметре, выложенный кирпичной кладкой тоннель. Городские власти отреагировали удивительно быстро, обнесли место высоким забором, а любопытным объявили, что проход является всего-навсего канализацией сталинских времен. В середине 90-х четверо будущих архитекторов заинтересовались, что же действительно находится под городом. Ребята зарылись в архивы, стали спрашивать стариков. Кто-то из жителей вспомнил, что в 62-м году при строительстве театра кукол тоже была обнаружена подобная «сталинская канализация». Поиски привели к очень интересному выводу. Под центральной частью Краснодара существует разветвленная сеть подземных ходов. Не знаю, как вам, а мне понравилось это место. Городские власти отреагировали удивительно быстро, обнесли место высоким забором, а любопытным объявили, что проход является всего-навсего канализацией сталинских времен. Прям люди в черном появились и после вспышки объясняют. Вы подземный город не видели, но вы там держитесь. Всего вам доброго и отличного настроения. Ровно В ровно в парке имени Шевченко провалился асфальт, под которым обнаружились арочные своды старинных сооружений. После уборки мусора и строительных отходов на месте провала показались капитально устроенные подземные ходы, ведущие от места провала на все четыре стороны. В Мещанском суде предъявили обвинение столичным диггерам. Их задержали сотрудники МВД в коллекторе режимного объекта. Кирпичная кладка рухнула и обнажилась старинная арка. Из-под земли достали. Юных диггеров арестовали в Москве и теперь они могут попасть за решетку. Молодые люди хотели разведать тайны кремлевского подземелья. Если вина шестерых участников группы будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы. Вообще, я снимала этот влог. Короче, после суда у меня был суд. Я, собственно, как раз за метро, вот я судила. И мне сказали, что у тебя тоже был суд. И ты попал. Диггеров под конвоем привезли в Мещанский суд в два часа дня. Предъявление обвинения и избрание меры пресечения затянулось до позднего вечера. В диггерское сообщество входили около 20 человек. Но идеологами, по версии оперативников, были трое. Педагог по образованию Геннадий Нефедов, дизайнер Денис Степанов и их приятель. Мистические подробности подземной жизни закрыты для непосвященных. На территории Летно-исследовательского института имени Громова, в Подмосковном Жуковском, постепенно создается военная база НАТО. Заявил заслуженный летчик-испытатель России, герой России Магомед Толбаев. Что это? В режимном аэропорту в Подмосковье создается военная база НАТО? Ну, разумеется, именно в режимных аэропортах или в режимных объектах, закрытых, это и можно сделать. Это я? Или весь мир сходит с ума? Репрессии исследователей подземных городов Репрессии на Руси были со времен Ломоносова, когда насаждали наши академии и народцы. А может быть, даже раньше. В каждом веке происходит чистка самых активных и самых башковитых на всех уровнях Руси. Почему это происходит? Мафии нужно человечество, нужно человечество, не особо мыслящее, а верующее в такие понятия, как налоги, президенты, границы, страны. А поскольку по пунктам выше мы видим, что мир немножко другой и реальность совсем рядом, то мыслящим о подвохе и нетрудно догадаться. Оттого и аресты, и внезапная эпидемия смертей научных людей, исчезновения и откровенные убийства. И вот о правде, находящейся совсем рядом, начали догадываться люди, которые называют себя диггером. По-нашему, исследователи подземного мира. И вот некоторые верят, что мир правильный, что нам говорят правду и ничего не скрывают. Могут для себя сделать целое открытие. Оказывается, подземелья существуют. И чем ниже, тем они массивнее и древнее. Также оказывается, что это узнавать запрещено. Правительством наложено вето. Вето, собственно, никогда не останавливает настоящих исследователей. Потому от властей начались репрессии. Узнавать правду и быть исследователем – это нарушение порядка и хулиганства. Задержаны диггеры, пытавшиеся пройти в Кремль по канализации. Федеральная служба охраны, ФСО, задержала пятерых человек, которые почти дошли до Кремля по канализации, сообщает Live News. В походе четверых молодых людей сопровождала женщина без определенного места жительства. Сотрудники ФСО доставили задержанных в отделение полиции. С нарушителями провели разъяснительную беседу. После составления административных протоколов хулиганов отпустят на свободу. Ранее в Москве уже задерживали диггеров за нарушение общественного порядка. В конце 2014 года группа фанатов подземелья устроила секс-акцию в московском метро на путях за Москворецкой линией. В свою защиту они сказали, что на момент совершения преступления были пьяны. Это нам рассказали привычным шаблоном, чтобы у людей не появлялась вопроса. А давайте сделаем так, чтобы они появились. С чего нам рассказывают, что якобы пытались в Кремль пробраться? Диггерам неинтересны здания, которые находятся наверху. Им интересны подземелья, подземные туннели и подземные города. Неужели я один это понимаю? Это во-первых. Во-вторых, а что многочисленная охрана, не один же человек ловил этих диггеров с проводником, делает в канализации? Давно это практикуется в канализационных туннелях, что разъезжают патрули, блюдя соблюдение порядка? Или это все же не канализация? СМИ и службы увлеклись враньем? В-третьих, зачем СМИ прикрепило совсем посторонний случай? В конце 2014 года группа фанатов подземелья устроила секс-акцию в московском метро. Чтобы вызвать негативные эмоции налогоплательщиков к диггерам? Дальше интереснее. Геннадий Нефедов со своей группой диггеров исследовал подземные города Москвы. Ребята находили многое. Снимали видео и фотографии. И вешали для людей в сети. В одной из исследовательской миссий их задержало ФСБ. По всем законам жанра эсэсовцев. Людей избили. А через год пошла команда сверху от правительства всех арестовать. Ведь ребята нашли очень многое, что засекречено от народа. ФСБ в кратчайшие сроки арестовало всю группу, даже несмотря на то, что некоторые были в отъезде. Москва, 9 июня, интерфакс.ру Мосгорсуд оставил под стражей до конца июня Геннадия Нефедова, одного из фигурантов дела диггеров. Обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную, в скобках точнее олигархическую, тайну, сообщил интерфаксу его защитник, адвокат команды 29 Евгений Смирнов. По его словам, вместе с арестованным 26 апреля Нефедовым по делу проходят еще пять человек. Им предъявлено обвинение по статье 283.1 УК РФ «Незаконное получение сведений, составляющих господс тайну». «Отягчающим обстоятельством, по мнению следствия, является фактор распространения полученных сведений», добавил он. «Наш подзащитный отказался от признания вины и раскаяния, перестал сотрудничать со следствием, попытался как-то осветить эту ситуацию в СМИ. После чего следствие обратилось в суд, и он был арестован. Остальные обвиняемые в настоящее время признают вину, поэтому находятся под подпиской о невыезде или домашним арестом, который, видимо, больше не будут продлевать», — сказал Смирнов. «Литература об этом случае в статье ФСБ против Диггеров «Как стать фигурантом дела о разглашении господс тайны», не являясь носителем господс тайны». И даны три ссылки. «Петербургского Диггера задержали полицейские». В Петербурге задержали Диггера Андрея Пыжа. Об этом сообщил адвокат Виталий Черкасов. Диггера посадили в полицейскую машину у Центра организации применения административного законодательства, куда он был вызван. Сотрудники МВД сказали адвокату, что Пыжа доставляют в отдел для составления очередного протокола об административном правонарушении. В его отношении уже было оформлено шесть протоколов. Адвокату не сказали, в какой отдел увезли Диггера. В Центр его тоже не пустили. Черкасов намерен подать жалобу в прокуратуру. Диггерство – исследование подземной коммуникации объектов, созданных человеком – бомбоубежище, метро и т.д. В РФ запрещено законом. Под Таврическим дворцом поначалу стоят датчики движения, примерно до метро Чернышевская, а дальше черт его знает, а это на глубине 5-7 метров под дворцом. «Когда очень тихо, то слышно, как еще много ниже что-то ездит по железу, как тачки, что ли, на территории охраны ФСО. В ночь развлекаются по вторникам и уткам из пневматики. По воронам и уткам из пневматики, извиняюсь. В 2010-м все видел. По словам одного из московских диггеров, и это несмотря на то, что спецслужбы стараются контролировать активность диггеров, за нами буквально следят, нас обзванивают, мониторится интернет и т.д. Ведь опытный подземщик может попасть в бункеры, на склады, военные объекты, куда угодно. Например, продолжает удивлять информация диггер, каково было мое удивление, когда мы залезли отмечать Новый год шампанским в руках в военное подземелье недалеко от метро-университета. Было где-то пол первого новогодней ночи. Перед нами предстала неожиданная для меня картина трое валяющихся пьяных вдрызг вооруженных солдат с калашами и кедрами. Гуляй по объекту, не хочу. Слова никто не скажет, праздник важнее всего остального. Хотя не всегда все проходит так беззаботно. Например, недавно мой приятель решил залезть в одиночку в метро-2. Не повезло. Его заметили службисты. Он пытался от них спрятаться, но в результате его достали, побили, да еще вдобавок расстреляли из травмата оса. Теперь вот дома сидит, пока не до подземелий. Статью про диггеров добавили в Уголовный кодекс Российской Федерации. И здесь описывается, что штрафы 300-500 рублей и будет наказываться штрафом, если раскрытие гостайны вменяют, до 700 тысяч или лишением свободы на срок до 4 лет. Статья ВУКА Такие ли преступники-диггеры, какими их выставляют? В Одесской области трое подростков самовольно зашли в катакомбы и пропали. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Около 16.00 30 мая в Беляевском районе, около села Нерубайское, самовольно зашли в катакомбы и пропали трое детей. 1999 года рождения местные жители. В 14.00 31 мая в указанном месте начаты поиски, говорится в сообщении. По состоянию на 1 июня дети не найдены. Поиски продолжаются. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены спелеологи, общественные организации, подразделения ГСЧС, МВД и кинологи. Всего 75 человек и 9 единиц техники. Прямо как в анекдоте, ищет пожарная, ищет милиция. И общественные организации, и МЧС, и милиция. А нашли кто? Злостные преступники. Как их выставляют? Олигархическое СМИ Украины и России. Диггеры. Трое подростков, потерявшихся в одесских катакомбах 30 мая в Геляевском районе, вблизи села Нерубайска, нашлись. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Детей нашли диггеры в 3 километрах от входа в подземелье. Подростки спали на дровах, чтобы согреться. По их словам, 30 мая они просто гуляли и зашли в катакомбы, чтобы спрятаться от жары. А потерялись из-за того, что разрядились батареи в фонарях, отметили спасатели. В настоящее время подростки находятся в легком шоке, но в целом чувствуют себя хорошо. Первые рассказы о подземных сооружениях появились в российской прессе вскоре после падения Советского Союза. В 1992 году в газете «Аргументы и факты» вышла статья о тайном метро под Москвой, спровоцировав огромный интерес со стороны журналистов, и Михайлов оказался единственным доступным экспертом. Деятельность диггеров планеты «Андеграунд» не ограничивалась комментариями интервью. Михайлов открыто выступал против проектов городских властей, разрушающих исторический облик города, а также показывал те здания, которые могут обрушиться из-за безалаберного нового строительства и подземных работ. Например, Михайлов предупредил власти, что здание знаменитого театра зверей имени Дурова находится на грани разрушения из-за постоянных прорывов, проложенных под ним трупов. В 1998 году московские власти начали наносить ответные удары. Мэр Москвы Юрий Лужков, раздраженный критикой Михайлова, выпустил распоряжение о принятии мер по укреплению безопасности подземных коммуникаций, в котором, в частности, говорилось, продолжают иметь место факты проникновения посторонних лиц в подземные сооружения, в том числе так называемых диггеров планеты Андеграунд, хищение кабелей, поджогов. Средства массовой информации нередко публикуют непроверенные сведения, вызывая порой нездоровый ажиотаж среди населения. Распоряжение мэра Москвы номер такой-то от 6 июля 1998 года. Мэр распорядился о создании служб, охраняющих доступ к московской системе подземных сооружений. Невзирая на достаточно напряженное отношение с московскими властями, Михайлова часто призывали на помощь в тех случаях, когда ситуация требовала его опыта и знаний. Диггеры помогли правоохранительным органам выследить трех сбежавших из Бутырской тюрьмы убийц, пытавшихся скрыться под землей. Команда Михайлова принимала активное участие в спасательных работах после взрыва жилых домов в 1999 году. И кто в этой ситуации на самом деле злодей? Кого сажать и штрафовать на сумму в размере 500 тысяч рублей? Исследователи или власть имущих? В октябре 2002 года, когда были захвачены заложники на Норд-Косте, команду Михайлова вызвали ФСБ. Диггеры помогли оперативному штабу разобраться с коммуникациями, ведущими в театральный центр на Дубровке, по которым бойцы спецназа ФСБ попали в зал, где находились заложники. Позже Михайлов признался, что был очень пополчен предложением спецслужб о совместной работе. Здесь текст повторяется. Такие вот дела, братцы. Статья не окончена, лишь каркас. По мере свободного времени будет обрастать мясо. Находки, аресты, убийства, пропажа диггеров. Случаев этих много, и никто их не систематизирует из-за того, что СМИ под теми, кто засекретил наше прошлое. Пули снегопада, 14 июля 2017 года. Журнал «Живой журнал». На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Всем привет! С вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Заговор против радуги. Вот как я могу назвать этот антимир, в оболочку которого в эту информационную среду нас с детства пытаются погрузить. Это именно заговор против радуги. Оборотни заставляют нас уверовать в перевертыши, чтобы мы сами стали извозчиками, везущими в это пространство лжи каждого своего собеседника. И это в таком масштабе эпидемии, что мы давно живем в зомбоапокалипсисе, не осознавая этого, так как его мы видим прямо с детства. Вот как ты можешь понять, что вокруг тебя зомби и ты один из них? Нас с юных лет так изнасилуют наше право выбора и нашу волю, начиная от странных ритуалов роддома, продолжая детским садиком, в котором никто из нас не хотел быть, и заканчивая школой, где мы просидим все детство неподвижно, что неестественно и против природы. Юному организму для развития нужно движение. И вот на выходе получаем зомби, которая и не хочет вспоминать, как его все детство на ежедневной основе именно насиловали. Ты на подсознательном уровне боишься уже этой противоестественности, и как на экзамене начинаешь поддакивать перевертышами в разговорах с каждым собеседником. Лишь бы твой организм снова не прошел все эти годовые мучения. Ты этого не осознаешь, так как это уже отложилось подсознательно. Но ты это будешь переживать каждую свою жизнь, пока мы коллективно не начнем исправлять эту ситуацию для самих же себя и ради своих следующих жизней. Так можем ли мы понять, что живем в зомбоапокалипсисе? Что нас окружают зомби, и ты сам можешь быть одним из них? Вы вспомните, как только у одного из нас появляются какие-то подозрения, хоть в чем-то неладном, чем-то удивишься, будто доктор Стрэндж, улетевший в свой первый астрал, где чувствует доселе неощутимое, слышит ранее неслыханное, видит невиденное. Ты этим сразу пытаешься поделиться с людьми. Вы смотрели на жизнь сквозь замочную скважину, и десятки лет силились расширить ее, видеть больше, знать больше. И чем больше охват слушателей или аудитории, тем для большего количества зомби. Именно для таких самых ярых зомби поступает сигнал. У него есть мозг. И толпой они сбегаются, чтобы его сожрать. Пытаются загрызть тебя словами. Надо было в школе учиться. Да, в школе. И твой организм на подсознательном уровне начинает вспоминать это детское насилие и начинает бояться. А сейчас, услышав, как ее расширить до невероятных пределов. И свет жизни, вспыхнущий в тебе, начинает чахнуть, затухать. Дверь к энергии жизни захлопывается, и ты вновь возвращаешься в это броуновское движение украшения. Дверь управляемого хаоса. То есть проживаешь день за днем и не живым, и не мертвым. Обычным зомби. Вы отвергаете это? Я отвергаю ее, потому что не верю в сказки о всяких чакрах, тонких энергиях и в силу веры. За исключением творческих людей, у которых, может быть, и нет цельной картины и понимания своей энергии жизни, внутреннего ки. Но им, их ремесло, дало знание хоть какой-то стороны этих конов мироздания, которые абсолютно несложные и легки для всех. Но для этого надо свой творческий потенциал или своих детей не сдерживать, как у нас учат, а реализовывать, что нам запрещают или учат запрещать, или подавляют, или высмеивают и так далее. А пока что мы в зомбоапокалипсисе. Для того, чтобы мы все перестали быть распространителями этой грибковой заразы, перевертышей и излечили мир, нужно просто самим понять, как этот мир устроен. И детей учить этому, чтобы они дальше продвинулись и нас учили в нашей следующей жизни. И это куда важнее протестных митингов, важность которых, конечно же, имеет место быть, но все сегодняшние события, которые устраивают оборотни, они нацелены именно на будущее, а не на настоящее. Сегодняшнюю реальность они создавали в далеком вчера, а сегодня делают то, что отражается на далеком завтра. Потому и вы, помимо сегодняшнего, думаете за своей следующей жизни наперед. А какой бы вы хотели увидеть в будущем свой следующий путь? Это получить верные знания мира устройства, а не ложные, такие, которыми поймешь весь мир, благодаря чему ты освоишь какой-то из ремесел до мастерства, и благодаря чему двери во всем мире для тебя будут открыты, так как талантливые люди и с золотыми руками нужны везде. Не по информации, которая разбита на конфликтующие аспекты физика, религия, биология, геометрия, эзотерика, магия, химия, ибо это мертвая информация, так как расчлененная. А живая, когда все конфигурации сходятся в одной точке и отбрасываются лишние догматы. Для этого нужны разные источники. В общем, выжимка, которую мы уже сделали, а вам остается лишь перепроверить. Ибо без своего труда, внутреннего опыта, эта информация окажется или пустой, или в голове отложится и возникнет лишь тогда, когда переживете внутренний опыт, который отложили. По выжимке, которая уже у нас есть, радуга подчиняется конам оптики семи сфер. Небольшая выдержка из страницы Алексея Козловича. Нас так учили запоминать последовательность цветового спектра, где первая буква слова будто бы подсказывала нам, о каком цвете идет речь. К – красный, О – оранжевый, Ж – желтый, З – зеленый, Г – голубой, С – синий, Ф – фиолетовый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это у меня отложилось еще с детства. Если все цвета сложить в пучок, то получается белый. А если в отраженном спектре, то черный. Вот почему и говорится в сказках «Жили-были на белом свете». Каждому цвету соответствует звуковая волна, а значит и частота вибраций. Итак, снизу вверх. Красный – самый нижний и самый грубый спектр. Медленный. А фиолетовый – напротив, самый высокий по частоте вибраций. Быстрый. Из этих слоев состоит мировое древо. Так все устроено. Нижние спектры – это красный, выживание. И оранжевый – чувственный план. Потом идет средний, среда, середина. Это зеленый, и он соединяет или балансирует верхние и нижние. А дальше идут более верхние планы – голубой, синий. И самый высший – фиолетовый. По этому же подобию устроены и наши тела тоже. И мы станем целы, когда через нас все семь потоков будут протекать беспрепятственно. Все соединится в единое и наступит просветление. А пока мы реагируем на обиды, желаем отомстить, хотим наслаждаться благами, желаем то, что не наше, молчим, когда надо сказать и делаем, не обращая внимания на тех, кто рядом. До белого нам еще далеко. Конец цитаты. И это нас возвращает и Казгарду, который указал правильные цвета сфер небосвода, что в свою очередь интересует, как, наверное, и многих, просто для любознательности. Какого цвета какая чакра и какая чакра зависит от какой сферы. Может, кто-то не верит в чакры, но он все равно верит в энергию и как она себя показывает на сканировании, как, к примеру, на картинке Вадима Руссу. Иными словами, человек сам является радугой, и цвета у него именно в последовательности радуги. Алексей Козлович пишет. Нижние аспекты – это красный выживание и оранжевый чувственный план. Тут нужно добавить пояснение для тех, кто заметил, и для тех, кто не увидел. Перечень цветов радуги идут в обратном порядке, нежели в самой радуге. И это у всех источников любой сферы деятельности. Почему так, отвечает лишь фрактальная модель. Отсчет всегда идет от небесных сфер, от которых эти цвета и возможны, и из-за которых они появляются. Нижняя сфера – это красная сфера Луны, которая ближе к нам и является самой большой сферой. Как помните высказывание «Ничто не вечно под Луной», под которой люди копошатся в вечной суете, рождаются, умирают и перерождаются. А самая верхняя сфера – оранжевая сфера Сатурна, которая дальше от нас и самая маленькая – матрешкой и семи других, выложенных друг в друга. Оранжевая сфера Сатурна ближе всего к энергетическому и информационному ядру нашего мира. Это от того Алексея Дела говорит, что чувственный план. Потому головой думайте и не забывайте прислушиваться к попе, которая умеет предчувствовать беду. Что же у нас посередине? Это именно солнце. Сфера, которого за какой цвет отвечает? Именно за зеленый. Вот почему говорят, что растениям нужно солнышко. Вы же чувствуете, когда все аспекты складываются вместе, как в голове все проясняется, как все начинаешь понимать и осознавать, как все приобретает смысл. И понимаешь, почему оборотни науку, эзотерику, религию, строительство, магию, медицину разъединили, разобщили и даже противопоставили друг против друга. И туда и туда, внедрив таких деятелей, что придали ассоциаций от врата. Что ставшие по неволе зомби прибегут и начнут выискивать, какому бы слову придраться. Человек – это случайный набор атомов. Мы маленькие, жалкие микробы, живущие лишь миг, в равнодушной всей. Везде прививают ассоциации от врата. Вы себя недооцениваете. Ой, все-то вы знаете, кто я и что я. Да бросьте. Это я вас вижу насквозь. То есть отвращение небесного свода большой и малой медведицы, чья свастичность придает именно понимание мироустройства. Это обычные часы нашего мира, к которым привили отвратные ассоциации, чтобы мы шли от ворот и не были на седьмом небе от счастья. Если кто-то думает, что это совпадение, что калаврат – символ небосвода, а его оклеветали, ну, дескать, это не заговор, то второй вопрос – почему вы о старинном мироустройстве не знаете хотя бы маломайски? И не знали бы до сих пор, если бы не набрели на нас или на наших единомышленников? Ведь оно есть. И о нем мы вместе узнаем все больше и больше с каждым днем. Третий вопрос. Все это старинное мироустройство в прошлом называлось геей. Но какие ассоциации привили? Четвертый вопрос. Если пример с геей не зашел, то как официальная наука называет наш мир? Не голубой или случайно планетой? На которой какие люди живут? Голубые? Идем дальше. К пятому вопросу. Поскольку мы по вышесказанному уже поняли, что за радугу отвечает весь небосвод, то почему сегодня надругались над радугой и прививают к ней отвратные ассоциации? Шестой вопрос. Почему к геометрическим символам нашего мироздания пытаются привить отвратные ассоциации государств? К примеру, пятиконечная звезда Союза или шести Израиля? Читаем за пятиконечную звезду. Пифагор утверждал, что пентаграмма или, как он ее называл, гигея, в честь греческой богини здоровья Гигей, представляет собой математическое совершенство, так как скрывает в себе золотое сечение. Шестиконечная также является молекулярным символом всего мироздания. Как в большом, так и в малом. Ну и вишенка на торте этого заговора против радуги – это с какого переляка, когда ты недоволен ленивыми политиками, то есть левитами, тебя вдруг обвиняют в антисемитизме? Эти оборотни устроили заговор против геи, против голубой планеты, против вращения небосвода, против радуги, против семи цветов, против семи сфер, против семи звуков. Но антисемитом называют всех, кто против них. Просто потрясающие оборотни-перевертыши. Ведь они не семиты, а левиты. Семитами же они себя называют только за тем, чтобы привить отвратные ассоциации к радуге мироздания. А с вами был голос Пашела. Для образности нами были использованы кадры из фильма «Новая эра Зет», который является тоже перевертышем в прямом смысле слова. Вроде все верно, да только наоборот. Сидеть! Доброе утро, Неверсус! Помните эти раздражающие звуки? Вы забыли выключить телевизор. Как же тонко настаивали всех раздражаться цветам радуги. Так, давайте начнем наш урок с того, что введем в курс дела новых ребят. Душа – религиозный вымысел. Я прошу всех набраться терпения и помочь нам догнать. Хорошо? Зачем уничтожили мельницы? Четвертая часть. Гибридные технологии. Те, кто следит за нашими фильмами, от одного названия главы уже поняли, о чем будет идти речь. Кто на нас подписался недавно, или кто подписался давно, но все еще фильмы посмотреть не успел, рекомендую их все же глянуть. Итак, технология гибрид. Ветряные мельницы, водяные, газ, паровые, пароходы, паровые трактора, корабельные мельницы. Все настолько взаимосвязано и одновременно настолько независимо было в прошлом, что просто поражаешься высокому уровню развития наших предков. По предыдущим фильмам мы уже знаем, что от любого типа мельницы работали лесопилки, бумажные изделия, конопляное производство, добыча электричества, даже производство проволоки, причем с резиновой изоляцией, и многое-многое другое. В общем, все, что относится к производству, все это легко воплощали в жизнь мельницы. От чего мельницы работают? Одни от ветра, другие от русла реки, третьи от пара, то есть от любого бестопливного вида энергии. То есть помимо того, что по мельницам мы увидели широкопрофильное производство и довели, что оно было, мы видим также, что эти технологии были независимыми. То есть есть у вас русло реки, или ветряк, работающий от ветра, или какой-то механизм, работающий от пара. Все! Вам больше ничего не нужно. Любая мельница модернизируется под любой тип производства, которое хотите производить. И при этом не надо платить налоги за электроэнергию, которую, как уже упоминалось, вы сами и можете производить от мельницы. Вам не надо платить за нефтегазовое топливо, да и нефтегазовое топливо вы сами можете производить. Смотрите наши фильмы. На Руси газ проведен был в каждое село. А также, что такое нефтегаз без научной лжи. Сколько независимых от системы благ в мельнице? Какой минус? Наверное, все же это привязка к месту. За рамки чего, собственно, не выходит и сегодняшнее производство? Ветрякам нужно ветреное место. Водяным нужны русла воды. Паровые вы тоже установите в одном месте. Плюс в случае поломки ветровой, паровой или водяной мельницы, как на время компенсировать? В прошлом все было обдумано, так как общество раньше было не с коммерческим мышлением, а с практичным. Возьмем старинные трактора. На первое, что обратим внимание, это на грузоподъемность. Современные тракторы и с одним прицепом, бывает, буксуют. А старинный прицепов тащил за собой. Что поезд? Много вагонов. Часто любил в таких ситуациях подкалывать. Зачем поезду придумали рельсы? Данный вопрос вообще риторический. Можно долго бубнить. Зачем поезду рельсы? Но куда интереснее взглянуть, что лучше? 10 тракторов прислать на поле, сжигая кучу солярки? Или как было в прошлом. Один трактор. И при этом солярки вообще не использую. Ведь, напоминаю, трактора были паровые. То есть уже два плюса. Сюда же плюсуем то, что раньше абсолютно все делали надежным и долговечным. Чем, как многие уже убедились, современная тягаться не может. Очень интересные модели для балонистой местности. Но обратите внимание на пятое, назовем его колесо. Вот еще один трактор и вновь пятое колесо присутствует. Как вы думаете, зачем оно нужно? Для красоты? Нет, конечно. Если у вас мельница сломалась, как мы уже отмечали, можно приспособить и трактор. К примеру, вот этот трактор приспособили под лесопилку от ремешковой тяги. Вот еще трактор. Им можно поле вспахать и 10 прицепов бревен из лесу привести одной ходкой. А потом крепим к мельнице и, пожалуйста, работает на ура. Так же самое от ремешковой тяги можно и ветряки крутить, чтобы обеспечивать себя электроэнергией. Можно от ремешковой тяги делать любое производство, что делает мельница. А мельница, как мы уже говорили, абсолютно занималась всем. И при этом, вновь повторяюсь, вы не тратите солярку, ведь данные тракторы паровые. Это технологии от пара. Официальная версия к паровым технологиям еще крепит уголь с дровами. Даже по официальной версии это выглядит очень круто. Вы трактором и поле вспахали и попутно через лес едете и цепляете 10 прицепов с бревнами, как для будущего топлива. Далее этот трактор может лес пилить, и зерно молоть, и электричество добывать. И все это независимо от элигархических магнатов, оккупировавших нашу землю. Повторяюсь, это даже по официальной версии выглядит круто. А по нашей версии там дрова вообще не обязательны. Паровые технологии от пара, то есть от воды, доведенные до состояния пара. А что для этого нужно, чтобы воду превратить в пар? Вот видите, насколько официальная наука ограничила свое мировоззрение и заставляет общество быть с ограниченным мышлением. К примеру, печь может быть не только с дровами, но и от электричества. Было раньше электричество? Мы уже 200 раз доказали, что было, но некоторым вообще ничем не докажешь. К примеру, начинаешь запускать новости по двигателям на воде. Они же паровые. С тобой спорят, и так воды мало, на планете не допивают, и вы еще это предлагаете. Вот Катасонов писал, какой ресурс важнее для рыночной экономики. Какой ресурс самый ценный в условиях рыночной экономики? Нефть, земля, рабочая сила, капитал? Ответ. Самый ценный ресурс – это дурак. А поскольку в природе дураки рождаются крайне редко, всего доли процента, то производство дураков надо поставить на конвейер. Сегодня работа этого конвейера начинается с детского сада. Валентин Катасонов Вот откуда эти люди из Министерства по выращиванию дурости. Я понимаю, в Африке дети не допивают. И если бы эта новость прозвучала там. Но у нас в регионах, окруженных морями, океанами, реками, озерами, лиманами, в регионах, где постоянно выпадают осадки, говорить о дефиците воды может только кто, как вы думаете. И там не важно, за деньги он себя выставляет, или его отупила так система, но мы видим, насколько нацелены наши политики, чтобы вокруг нас было как можно больше идиотизма. Из той же оперы и про электричество в прошлом. Многие начинают писать, мол, вспомните классиков, мы у них ничего не находим. При этом начинают изображать амнезию, то есть откровенно врать, что им неизвестно о той жестокой цензуре, которая присутствовала в послереволюционное время. Что, дескать, не знают расстрельные списки, сколько была посажена и убита при загадочных обстоятельствах интеллигенции, в числе которых как писатели, так и поэты, так и художники. В общем, все, кто мог бы сказать, как было на самом деле в прошлом. Откуда вообще пришла фраза «Даже у стен есть уши»? Как не из этого периода, это во-первых. А во-вторых, как вы вообще классику нашу изучали? Пример из Булгакова романа «Собачье сердце» знаменитая выдержка про разруху. Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция, не надо топить. Все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Кто? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Почему убрали ковер с парадной лестницы? М? Почему электричество? Дай Бог памяти тухло в течение 20 лет два раза в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день? Разжую реплику классика. Профессор Преображинский говорит, почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день? То есть, 20 лет электричество не гасло как раз в дореволюционное время. И только с приходом класть революционеров электричество начали выключать постоянно по свидетельству классика с электричеством в прошлом вообще не было проблем начались с ним проблемы как и появляться временные соломенные хаты и землянки как раз в послереволюционный период это ж насколько классик емко и хорошо описал революцию семнадцатого года которая один в один с 90-ми горбачева моя мама напоминаю автор текста пули снегопада моя мама со своей начальнице спорила которая после просмотра телевизора бубнила постоянно разруха разруха все устарела мама возражала у вас какое образование высшее а понять не можете как мощнейшие заводы союза порты фабрики за одну ночь могли устареть и прийти в негодность сколько мама не спорила телевизионная ересь которой зомбировали население в девяностых годах начала выходить из людей только через год и того мы уже успели вложить как границы так и важность горбачевских указов также напоминает и майдан у нас в украине как в семнадцатом году рушили производство монархии как и у нас сейчас декоммунизация вновь началось это веерное отключение света а в будущем будут рассказывать о первой лампочке яценюка и как производства и заводов не было во время союза сейчас много контор которые скупают все что было сделано в союзе всю технику которая имеет датировку до девяностых годов как раз под утилизацию классик настолько много и емко все вложил что не понимаю как люди не могут увидеть что революцию семнадцатого развал союза майдан в украине да и все абсолютно воины и революции на планете как под копирку то есть создает их один кабинет дедушка что это значит опять общее собрание сделаю опять ну теперь стал пошло пропал дом все будет как по маслу начали каждый вечер пение затем сортинах замерзнут трубы потом лопнет паровое отопление и так далее разруха филипп филиппович да ни в коем случае сделали как раз вот эти самые пивуны следовательно разруха не в плазетах а в головах значит когда эти баритоны кричат долой разруху я смеюсь и богу мне смешно это означает что каждый из них должен лупить себя по затылке и вот когда он выпит из себя все эти полете галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом разруха исчезнет сама собой я не обеляю не красных не белых не оранжевых не померанчивых как при монархизме правили нами паразиты так и при современной демократии которую принес горбачёв правят нами как минимум три века одни и те же паразиты каждый раз поступенчато революциями и войнами наши мировоззрения и технологии прогибают все больше и больше до рабского состояния и так электричество было развито всегда и даже в средние века об этом поговорим в следующей серии об электричестве прошлого свидетельствуют старинные видео старинные фотографии и классики на этом можно ставить точку было она а значит и модернизировать печь можно было как под уголь так и под электричество так и под солярку так и под бензин и под многие многие другие модернизации а также уже многие вполне справедливо говорят и об атомных реакторов к примеру в редакторской азамат пишет паровозы это и есть ядерные реакторы паровоз одновременно типа изобрели черепанов и ватт не верю они вытащили реакторы и перевели их на уголь теплота сгорания угля мало чтобы вращать турбину но вращать колесики пойдет к беседе подключается владимир на демитовских заводах до сих пор ученые и инженера не могут понять смысла некоторых агрегатов в то время твари уже знали о предыдущей цивилизации и воспользовались при удобном случае или поделили между собой райончики с инструментами нам же до упора тости пытаются навязать об угле и дровах и не более рассматривая изобретение прошлого как одно и то же по-разному приспосабливали изобретатели сколько модификации модернизации никак не поверю что создав такие сверх развитые паровые технологии на которых сегодня плавают подводные лодки и работают атомные электростанции не имели разных модификаций давайте рассмотрим паровые трамваи как видим трамвай собран не в барском сарае а заводской заводскими стандартами тащит за собой что немало важно двухэтажный вагон чем эта деталь нам важно если бы дым шел с трубы они пар то людям сидящим на втором этаже это было бы копотью в лицо плюс прошу обращать внимание что на большинство моделей мы видим незадымленные элементы у труб туда выходит не дым а пар так что где вы там видите технологии связанные с дровами или углем где эти доказательства в литературе или документах обратите внимание на крышу думаю она такая была не для красоты на следующем трамвае мы видим уже три вагона причем два из них вновь двухэтажные и вновь смотрим на крышу также уже видим и фару на беспроводном трамвае на остальных беспроводных трамваях фары такие же что-то похожее на примус но не берусь судить если кто-то ознакомлен с таким типом фар то поделитесь в комментариях третья фотография здесь мы видим трамвай стоящий возле красивых промышленных зданий почему я думаю что эти здания связаны с промышленностью смотрите вторую и третью часть мельниц архитектура этих зданий один в один следующий трамвай слегка модернизирован но видим что крыша все равно несет технический элемент также на данном трамвае есть уже две фары и как видите они с теми же особенностями пятая фотография уже совсем иной модификации видим крышу без каких-либо элементов копоти не присутствует и вот еще другой вид паровых трамваев единственное здесь не буду спорить что данная модификация на угле и травах а теперь давайте немного суммировать имеющиеся к суммированию смотрим этот ролик ролик называется мастерская от паровой тяги человек от паровой тяги оборудовал станки чтобы вы понимали что все говоримое нами вполне реально что это можете делать и вы а то многие приходят ныть вот ты все критикуешь и ничего не предлагаешь проснитесь предложение от нас даже более чем достаточно итак паровой трактор можно использовать как трактор но при тех условиях что сегодня мало у кого есть земля он особо пока что не нужен но вот что можно делать с парового котла от этого трактора это оборудовать свое личное производство чего бы вы не пожелали отапливать дом оборудовавший к примеру такими батареями данные батареи служат не только обогревателями дома но можно еще использовать их как микроволновку для разогревания пищи паровым двигателем можно добывать электричество паровые технологии приспосабливаются под все что угодно уголь солома дрова бензин керосин мазут непереработанная нефть скипидар спирт также само собой и по тоже электричество но есть еще один вариант к примеру сегодня нагреватели воды имеются от солнечных батарей вот пожалуйста домашний мини завод можно модернизировать под любой вид энергии и быть полностью независимым от паразитов давайте будем откровенными одному человеку такой объем сложно осилить так как тоже как не система навязывает нам сегодня дескать достиг 18 лет и обязан пойти в банк взять кредит чтоб переехать от родителей а потом еще один кредит влезть чтобы устроить не стыдную перед друзьями свадьбу а потом пол жизни гасить этот долг попутно набирая новый для серьезного дела и поднятия семьи как клана вам больше подошло бы так называемое родовое поместье в котором кто жнец кто кузнец кто повар кто творец скажите в семье невозможно жить дружно дескать вечно какие-то ссоры так как то вас программирует на скандалы на недружную жизнь как не ток-шоу от системы и тупые сериалы а-ля санта-барбара не смотрите их наоборот оставьте себе целью научиться в семье строить лад прекратите сами кого-либо упрекать собирать сплетни за спиной насмехаться вместо этого становитесь тем кто похвалит поддержит не предаст и направить семью вперед и вот пожалуйста вы научились быть в большой семье дружными и добиваться высоких успехов вы начали помогать и друзьям становиться на ноги вы уже заслужили уважение и стали влиятельными людьми вы на каком-то участке уже победили паразитную систему создав свою зодческую вы те кто вышел из круга чтобы начертить свой собственный круг за такое может наехать система я знаю реальные примеры жизни как и скажем пограничники решили собирать дань с рыбаков подъехали в одно село к водоему поймав их те по телефону знакомым знакомые знакомым из села такая толпа вылетела хватая под руку что попадется кто трубы кто арматуры кто виллы кто топоры что эти так называемые пограничники в машину как пуля залетели газа оттуда газу поехали они в другое село там такого отпора не получили в итоге дружное село обижают полевыми дорогами зато не дружное село долет и по сей день а вы говорите о каких-то майданах когда на низах не можете быть дружными сплоченными добиться результата а что вам тогда делать столице вот что самое главное это наша единость это наше товарищеское устремление и взаимопомощь помимо всего этого надо заниматься самообразованием расширением кругозора чтобы понимать что вам действительно нужно а где вас пытаются лохануть и украсть ресурсы сил времени и бюджета чем на система побеждает это тем что всю жизнь отвлекает на все что угодно лишь бы меньше времени оставалось на главное ну вот и заметили что все вокруг меняется меняется мировоззрение и здравый смысл начинает побеждать а если вы так боитесь этих религиозных фанатиков и их угрозы имеют над вами силу то возьмите на время своего сына отправьте лучше на заработки и мир посмотрит и получит опыт труда да и средства для будущего дела выберите с семьей цель переоцените свою реальность что вам нужно а что лишнее составьте план чихайте на стереотипы стремитесь к желаемому и вы всего добьетесь виктор романов подкинул ссылку со словами в дополнение к четвертой части про мельницы посмотри может что-то и пригодится стадия называется трактор лошадь-локомобиль ветряной водяной двигатель с интересом прочитал и просто поразительно как люди разными путями приходят к одному знаменателю только автор оттолкнулся от трактора и пришел к мельницам а я от мельниц отталкивался и вышел на тракторы небольшая выдержка глянем на этих безлошадных как у нас в конторе трое пашут 10 руками машут руководят никакого дыма из-под попы сел свесил ножки и вперед капитанская дочь что имеем привод трос плуг шевелим рябой далее привод может быть не только локомобильным а любым вращающим механизмом и что же это ветряные и водяные мельницы вбиваем в поисковик и удивляемся кучности расположения этих мельниц что мешает взять крутящий момент с ветряной дробь водяной мельницы и перекинуть его через трос на плуг как в локомобиле ничего ничего потому эти мельницы и стоят посреди полей так кучно у каждого безлошадника своя мельница ветровой двигатель какие сложности топор до пила со схемой и мельница воротушка готова в голландии эти мельницы стоят рядами мол воду качают из каналов может быть покажите мне трубы от них к морю а сейчас они не нужны сейчас их убрали а мельницы стоят для красоты может быть и так а может быть когда море было на три более метра ниже в голландии выращивали не только тюльпаны маг ладан ландаун но и зерновые и пахали поля с помощью этих мельниц потому они стоят с такой частотой автор текста пули снегопада читала тамара савченко тамара савченко и Продолжение следует...